Особенный год, 700-летие родного города, запомнится личанам чередой ярких и оригинальных событий. Сверкает бал огнями Лиды, одно из таких мероприятий, организованное Дворцом культуры города Лиды. Блеск декораций, свет софитов и, конечно же, главное, без чего не может обойтись ни один бал. Прекрасные дамы с веерами в роскошных платьях и галантные кавалеры во фраках, сопровождающие своих спутниц. На протяжении всего торжества создавать соответствующую атмосферу помогал Народный камерный оркестр Лидского государственного музыкального колледжа под руководством Ларисы Рута. Город Лида на протяжении уже семи веков восхищает своей красотой, самобытностью и традициями, вдохновляя на новые проекты и мероприятия. Зимний бал, приуроченный к юбилейной дате, стал замечательной возможностью для изучения историко-культурных традиций нашего города. Да, этот год для нас очень знаменательный, 700-летие нашего любимого города Лиды. И, конечно же, все культурные мероприятия будут проходить в рамках празднования 700-летия праздника нашего города. Ну, я хотела бы отметить, что одно из основных мероприятий уже у нас в январе месяце проходит, это наш зимний бал. Основные участники, конечно, у нас наши участники наших коллективов, родители участников наших ребят, конкретно феерии дэнс нашей образцовой студии спортивно-бального танца. Ну, и несколько человек, да, горожан, тех, кто заинтересовался, кому нравится этот жанр бального танца. Поэтому сегодня мы будем с ними, со всеми встречаться и общаться. Следующие мероприятия пойдут весенние, как бы цикл у нас будет общий мероприятий, летние и осенние. Ну, и, безусловно, основной день – это первое, второе, третье сентября, когда мы будем проводить самые значимые для нас мероприятия. Второе сентября – это торжественное открытие праздника города, это и наши фестивали Харчфест, Мелидофест, это и наш Лидбир, которые пройдут также в рамках празднования города Лиды. Ну, и 7-8 сентября у нас состоится научно-международная научно-практическая конференция в Лидском замке, и она завершит цикл всех мероприятий. Мастер-классы по бальным танцам, игры, конкурсы и викторины, знакомство с новыми, интересными и талантливыми людьми, и, конечно же, выбор короля и королевы. Программа первого зимнего бала обширна. Возрождать танцевальное наследие нашего города и бороться за главные титулы решили 16 пар. Дамам и кавалерам совершенно разных возрастов и уровня танцевальной подготовки предлагалось показать свои умения в традиционных бальных танцах – вальс, полонез, кадриль. Стать посетителями салона этикета «Бон Шарм» и узнать секреты таинственного языка красавиц прошлых столетий, поучаствовать в шоу-игре «Интуиция» и угадать, кто же скрывается под маской. Нам очень приятно быть на этом балу, нам все очень нравится, великолепная продукция, красивые аппараты, очень понравилось, все очень интересно, волшебно, необыкновенно. Все прекрасно, великолепно. Настроение замечательное, эмоции шикарные, зашкаливаются, конечно, мы хотели, попали, интересно, очень нравится. Очень нравится. Все очень великолепно. Одним из инициаторов мероприятия «Сверкает бал огнями Лиды» стала Виктория Лежнева, руководитель образцовой студии бального спортивного танца «Феерия Дэнс», участники которой порадовали присутствующих танцевальными номерами. Также Виктория, наряду с остальными парами, приняла участие в борьбе за главный титул. Идея о балу, новогоднем балу, у нас была очень-очень давно. И вот, наконец-то, она у нас осуществилась. Я думаю, что она у нас получится сегодня, вы это увидите. Конечно, идея какая? Бал – это вообще очень красиво, это очень прекрасно, это торжественно, это красивые дамы, элегантные кавалеры. Поэтому хочется донести до народа, хочется, чтобы больше видел народ, именно вот всю эту красоту, которая раньше, в 17-18 веке, танцевалась на балах. Когда мы уже, как бы так сказать, с нашим руководством Дворца культуры наметили, что у нас будет бал, конечно же, в своей студии, в своей образцовой студии бального спортивного танца «Феерия Дэнс» – это первое, куда я обратилась за вот такой вот идеей. Эту идею поддержало очень много наших родителей, именно родителей наших танцоров. И дальше слухи начали распространяться, и к нам начали приходить люди с города, им тоже это стало очень интересно. И когда у нас прошла первая наша репетиция, конечно, весь зал оживился. Им было очень весело, им было очень здорово, каждая репетиция у нас была и проходила на позитивной ноте. Поэтому вот мы на протяжении трех месяцев готовились, и ни одной репетиции танцоров, вот именно это взрослые танцоры, не пропустили. Поэтому я думаю, что им было, наверное, очень интересно, очень волнительно для них это мероприятие. Поэтому вот они сегодня покажут все то, что они научились. Финальным этапом мероприятия стал долгожданный выбор короля и королевы бала. Каждый из участников проголосовал, отдав свою ленточку тому, кто, по их мнению, достоин победы. Среди девушек, набрав девять голосов, звание королевы удостоилось Олеся Завадская. Королем же мероприятия с тремя голосами стал Никита Малявка. Для личан юбилейный год, конечно же, наполнен особенным смыслом. Событие, в котором отражается история города, память о героическом прошлом. А самое драгоценное, что есть у любого города, это его жители. Ведь именно они сохраняют и проносят через года историю, культуру и любовь к родному краю. Как и в этот вечер, во Дворце культуры каждый из присутствующих стал частью зимнего бала в год 700-летия города Лиды.